Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о минусах курортной жизни в городе Кисловодске. Я буду максимально честен, корректен в своих высказываниях и хочется отметить, что они субъективные, основанные на личных переживаниях, примерах и моментах. Вот, первый большой яркий минус города в том, что очень низкая зарплата, порядка 15-25 тысяч рублей на сегодняшний момент, до 2022 год. Я уверен, что зарплата в 30, 40 и 50 тысяч имеют порядка 5-6% кисловодча, но не больше. Очень мало работы, ее практически нет. Первый обед это работать в цитатуре, обслуживающий персонал, поваром, охранником, консьержем, дворником, уборщиком, поваром, жарить, парить и обслуживать вип-персон, обслуживать гостей, приехавших в город-курорт. Вот, второй момент насчет работы это продавец, продавец-консультант, либо просто обычный кассир, пятерочки, в глобусе-перекрестке и в других магазинах. Открылась в городе, пока я там не живу, уже несколько пятерочек, магниты также, тандер-магнит. Но там зарплата тоже смехотворная, порядка 20-28-30 тысяч. Если вы в данный момент живете на территории Кисловодска, то напишите в комментариях, какова зарплата на сегодняшний день, до апреля 2022 года в Кисловодске. Буду ждать ваших комментариев. Спасибо. Что касается минусов, это очень радо прекращает ходить общественный транспорт, который на подолеты района не уехать после 7-8 вечера. То есть в 8 вечера уже проблематично добраться. Благо есть такси, можно взять за 100-150-200 рублей, добраться до конечного пункта, домой. Но с общественным транспортом это реальная беда. Большая беда в том, что водилы в маршрутах, по ощущениям, всегда так было, курят и очень громко разговаривают по телефону. Везут народ, находятся на линии маршрута и громко, нецензурно порой откровенно выражаются в своих этих. Но это, на мой взгляд, просто элементарно, бескультурщина. То есть тут как бы вопрос воспитания. Но это большой минус. Большой минус в том, что город становится слишком автоматизированным, автомобилизированный, много машин. И на некоторых участках, на некоторых улицах, проспектах образуются пробки, нечем дышать. То есть в город массово съезжаются не мигранты, а люди, которые ищут, как сказать, лучшую долю. То есть говорят, что очень много мигрантов с Армении приехало, которые строители, строят частный сектор, строят, работают на швейных мастерских. И армяне мастера, как бы, и очень много оттуда приехало. Если не так, тоже меня поправьте. Вот, даже очень многие жители с регионов, с севера Сибири, тоже покупали, поскупали здесь квартиры в Кисловодске. И поэтому в городе стало значительно больше машин. Ну, в основном это Горького, проспект Первомайский, часть проспекта Победы и проспект Мира. То есть вот эти узкие улицы, где вот реально сложно порой проехать. Понятно, что мы не будем сравнивать их с московскими или питерскими улицами, где пробки часовые. Но, как бы, люди вынуждены жить в новых реалиях. Большой минус города – это неухоженные и грязные, неблагополучные районы города, города, где убитая просто дорога, которая не чинилась, там, я не знаю, советских времен. То есть она еще старше меня, улицы многие, да, дорожное полотно. И там до того состояния, как будто ты находишься где-то в высоко в горах, где нету никакой цивилизации. Но стоит так петь, что это город-курорт, и надо, как бы, развивать периферию улицы. Понятно, что даже на улице авиации, я год назад был в городе, увидел, что сделан асфальт, да, это здорово. Но улица Тимирдинская, Эльбрусская, Рубина, Курганная. Посмотрите, в каком состоянии асфальт. Посмотрите, Кутузова улица, Горького улица, Пуйбышева. В ужасном состоянии. То есть это примеры, которые имеют место быть. Ужасная убитая дорога. Очень большой минус Кисловодска в зимний период. В принципе, очень травмоопасно передвигаться по городу, по убитым тротуарам. И можно свернуть, либо что-то себе поломать ногу, руку, вывихнуть, упасть как минимум. Потому что посыпают не везде и очень плохо умирают. То есть, в принципе, понятно, что он быстро тает, но очень сложно пройти. Это очень большой минус. То есть ЖКХ на нулевом уровне. То есть, кроме центра, курор, зоны, курортного парка, ничего, в принципе, не делается в сфере ЖКХ. Да, вот это как бы факт. Еще минусы, это, наверное, разочарование самих людей. Люди просто, ну, такие, как бы уставшие, белоколичные. И, в принципе, они замучены просто собой жизнью в отсутствии неких перспектив, в отсутствии карьерного роста. И, видя, как приезжают те же самые москвичи, денежные мешки, которые тратят деньги. И, наверное, просто тупо завидуют и понимают, что они живут просто в некой системе дом-работа-дом. Ну, как бы, и просто, наверное, уже нету ни улыбок, нету ни сервиса. И, как бы, этих людей понять можно, какой может быть сервис, если ты, в принципе, тоже живешь как голодранец. Живешь очень бедно, живешь, ну, тут как бы палка в двух концах, но народ неприветливый и мрачный. Это большой минус, да, как бы, да. И это связывалось с тем, что очень низкие зарплаты и отсутствие перспектив, отсутствие роста. Это факт. Возможно, это мое субъективное мнение, но имеет место быть, да. Следующие моменты из категории недостатков и минусов. Это, наверное, долгая история с мэрами города. Это, там, начиная с 90-х годов, когда был Микетов, Димитенко. Потом очень много мэров, которые приходили, воровали, уходили. Ну, возможно, не все воровали, но история с мэрами весьма печальная. То есть, в Кисловодске никогда не было нормального градоначальника, который был типа а-ля Собянин, который бах-бах-бах и все делал, чтобы город процветал. Городу всегда не везло. Но последний, кто из более достойных, как это был Курбатов, да, который вот в прошлом году была авария, и стал Дени Моисеев, как бы. Вот. История такова, что с 90-х годов в городе был и Микетов, и Димитенко, и Курбатов, и сейчас Моисеев. То есть, сейчас пятый или шестой мэр. Это за 10 лет. То есть, городу не везет ни с муниципалами, ни с мэром, и ни с самим обществом. То есть, люди как бы аполитичные, абсолютно ленивые, и как бы живут просто, ну, медленно не торопясь. Нету перспектив и нету никакого роста. Некуда двигаться. Да и незачем двигаться. Маленький, размеренный образ жизни. В курортном городочке. Хотелось бы развития, как в Сочи, вливания денежных рек в инфраструктуру. И опираясь на критиков города, то есть, вполне резонно даже Гершман сказал, легко унизить людей, которые видел Кисловодский архитектуре, он очень сильно раскрытывал город. И, в принципе, он был прав, Аркадий Гершман, да, по-моему, как унизить туриста. Вот. И действительно, люди, знающие, приезжают в город, и чем-то становится стыдно. То, что город развивается немножко по другому сценарию. Очень плохо. Реконструкция идет. Вот ужасно даже. Посмотрел ролики проспекта Ленина. Да, как бы сделали, да, старались. То есть, вы бы пригласили хоть разумных архитекторов, которые бы сделали действительно сказку, картинку красивую. Ну, блин, получилось весьма бездарно. Весьма бездарно. Вот. Это минусы города. И в качестве по скрипту бы хотелось бы сказать, что сама жизнь в Кисловодске, она уникальна в том, что ты просто, просто живешь. Просто куда-то идешь, и тебе, в принципе, вот эти всякие убитые улицы, вот эти покосившиеся заборчики, вот эта вся история с тем, что видят люди со свежим взглядом. Они уже настолько к этому привыкли, что никогда ничего не будут менять. Либо невозможно поменять, либо просто люди к этому привыкли. Все вот здесь. Нету ни архитектора, ни двигателя. Кто бы это делал, кто бы это решал, проектировал и так далее. Вот здесь-то все. И зарыта вся собака в сене. Это был вирус города, курорт Кисловодск. До скорых встреч.